20 минут о красивых людях, явлениях, событиях и поступках на 31-м Beauty Time. Всем здравствуйте! Как говорила великая Софи Лорен, прическа влияет на то, как складывается день, а в конечном счете и жизнь. И это касается не только прически. Специалисты индустрии красоты часто разделяют с нами очень важные события, в их числе, конечно же, свадьба. И самый, пожалуй, трогательный всего из этого момент – это невеста. Всегда невеста. Это что-то для нас такое, ну, неожиданно приятное, что ли. Мы всегда с большим удовольствием участвуем в этом процессе, как вот сбор для такого торжественного события. И хочется, чтобы все было все идеально. То есть, там, пересматривают свадебные журналы, свадебные фильмы. То есть, хочется, чтобы все было, ну, как у принцессы. Сегодня подготовка свадебного образа занимает не один день. С мастерами обычно встречаются заранее, чтобы обсудить все детали. Один из главных в своей жизни дней – важно провести без лишних волнений. Снять напряжение и создать настроение – это своего рода сверхзадача стилистов. Важен не только внешний вид главной героини, но и ее внутреннее состояние. И музыка, и любимые цветы, угощения, находиться в окружении любимых людей. Для невест я рекомендую спарить урал от Ларик. В него входит массаж ног со специальным маслом. Это масло сначала расслабляет, потом тонизирует. Благодаря чему можно целый день проходить на каблуках, не чувствуя усталости. Стилисты обычно работают командой, чтобы прическа, макияж, маникюр стали частичками целостного гармоничного образа. Раньше это называлось «приятные хлопоты». Сегодня слово «хлопоты» употребляют все реже. Вся подготовка превращается в самостоятельное событие, которое должно остаться в памяти, как незабываемое, легкое и приятное. Джинсы появились в качестве рабочей одежды, но за несколько сезонов сумели попасть на подиумы и в категорию товаров премиум и люкс. Чем отличаются качественные джинсы и вообще есть ли смысл переплачивать? Смотрите прямо сейчас. Родиной джинсов считается Америка, но на сегодняшний день их носят во всем мире. А это значит, что джинсы в каком-то смысле объединяют народы. Джинсы – это символ демократичного стиля. Их выбирают люди разного возраста, пола, профессии и даже комплекции. «Мы хотим быть молодыми, да, то есть мы стремимся к этому, и для нас это очень важно. И вы видите, что развитие в моде таково, что оно колоссально поменялось, да, то есть если раньше у нас стандартом была просто обычная блузка, юбка, то сейчас мы можем увидеть женщину, которой 50 лет, она будет идти в сникерах, в кроссовках, в джинсах, она будет идти в футболке, и она будет выглядеть нормально, то есть это действительно для нас будет нормально смотреться». Когда-то в нашей стране самые обычные джинсы стоили целое состояние. Сегодня цена различных брендов может отличаться в разы, а производители предлагают заплатить не только за громкий бренд, но и за перфектное качество. О нем нам рассказывает Лариса Орлова, бренд-менеджер известной текстильной компании из Германии. «И поэтому нам, когда мы выбираем джинсы, мы должны обращать, мы должны брать в руки ткань, мы должны ее пробовать, мы должны смотреть, насколько хорошо она тянется, и если ткань хорошо тянется и хорошо садится, необходимо, конечно же, спрашивать консультанта по поводу того, как она будет себя вести в носке, потому что есть продукты, которые обладают эластичностью до 80%, то есть это выглядит как обычный хороший качественный джинс, но вы себя чувствуете, как будто вы одели просто спортивные штаны. Вы можете вплоть до того, что заниматься спортом и даже бегать по утрам, вы можете поднимать ногу, вы можете двигаться, то есть у вас такой комфорт, такая свобода движения. Еще один важный показатель качественных брендов – это особые лекала, которые ориентированы не только на стройных, но и на реальных женщин. По продолжительности носятся очень долго, вот у нас клиенты носят от трех до пяти лет джинсы, говорят, уже как бы хочется поменять что-то новенькое, они не снашиваются. Для любой женщины можно подобрать любую форму джинс. Самое главное, вообще девиз нашего магазина – не испортить фигуру. То есть не бывает, что женщина толстая, пышная, худая, бедра, значит, не те. Очень много слышим от них различных нелестных о себе отзывов, и наша цель их в этом переубедить с помощью нашей одежды. Вот джинсы позволяют это сделать просто на сто процентов. То есть женщина уходит довольная, она уходит с ощущением, что она худее на два размера, чем она пришла в наш магазин. Качественные современные джинсы создаются сложно и многоэтапно. Начинается все с эскиза и разработки моделей, а после того, как изделие отшито, начинается процесс облагораживания, в ходе которого и появляется та самая уникальность, задуманная дизайнером. Облагораживание именно в дорогих, хороших, качественных брендах денима происходит в Италии. Это ручная работа, очень дорогостоящая. Каждые джинсы в отдельности одеваются на манекен и потом вручную обрабатываются. Обработка одних джинс занимает до 16-17 минут. То есть это очень-очень такой долгий процесс, и необходимо каждый джинс в отдельности обработать. Поэтому у каждого из нас есть свои любимые джинсы, и эти джинсы имеют какие-то определенные потертости. И вот эти потертости как раз и делаются вручную. И вот они определяют качество, определяют именно трендовость каких-то джинсов. Потому что вы знаете, что обычный классический, конечно, допустим, темно-синий, голубой деним, он приятный, но все равно нам всегда интереснее что-то с потертостями, что-то с каким-то дестроем, то есть с разрушениями, с какими-то заплатами. То есть это выглядит гораздо интереснее. Удачно сидящие джинсы – настоящая находка для гардероба. И как бывает жалко, когда они начинают терять свою форму. Именно по этой причине есть смысл научиться профессионально разбираться в качественных джинсовых брендах, чтобы в дальнейшем не тратить много времени на выбор и не разочаровываться после второй-третьей стирки. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска на Кирово, 159. Это «Бьюти Тайм». Программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Пластичность и чувственность, напряженная работа мышц, выносливость и артистизм – все это неизменные составляющие полдэнс или танца на пилоне. Сами исполнители называют это спортом, ведь, несмотря на видимую легкость, даже самые простые трюки требуют особой подготовки. Вы сами понимаете, что 8 лет назад относились люди скептически к танцу на пилоне, так как это более стрип-кид, но потом мы начали его развивать как спорт. Сейчас существует три направления полдэнс – это артистик, экзотик и спорт. Соответственно, в спорте люди раскрываются физически, они трукачат, они становятся более сильными и выносливыми. А в артистике это более такое направление для творческих натур или для людей из других танцевальных направлений, потому что здесь немаловажно именно образ, раскрытие образа и танцевальная, хореографическая составляющая. И экзотик полдэнс, на котором лично я остановилась, потому что для меня это и спорт, и сила, и женственность, и красота. История танца на пилоне уходит в давнее прошлое. Истоки можно обнаружить и в спортивных упражнениях древних римлян, духовных практиках индусов, а также выступлениях средневековых уличных артистов. В наши дни официальные чемпионаты по полдэнс начали проводиться с 2003 года. Спортивная программа состоит из трех дисциплин. Трюки на верхнем, среднем и нижнем уровнях пилона. Жюри оценивает частоту переходов между отдельными элементами и художественную составляющую, артистизм и музыкальность выступления. Также большое внимание обращают на детали. Изгиб спины, прямые колени, вытянутые носки. Соревнования в России проводятся как среди городов, так же среди международных соревнований. Есть у нас такое, что мы ездим в Екатеринбург, в Москву, допустим, в Питер. То есть различные города, где вы можете приехать и представить свой город, представить себя и посерединиться с разными девочками. И даже приезжаете с наградами, с медалями. У нас есть замечательные тренера, девочки, которые летали в Италию. До этого мы привозили оттуда в Италию. То есть это можно рассматривать плюсом еще как спорт. Помимо профессионалов, танцами на пилоне занимаются и любители. В школе «Дэнс де Воль» таких большинство. По мнению специалистов, начинать можно в любом возрасте, даже если вам «за». Дело вообще не в возрасте, главное желание. Мы с девочками, например, собрались до 70 лет как минимум танцевать на пилоне. Это женственный вид спорта. Это очень красивый вид спорта. И благодаря именно этому виду спорта мы можем совместить и эмоции получить, и приобрести красивую фигуру, мышцы. И великолепное настроение. Направление сложное на самом деле, потому что здесь какая-то физическая подготовка должна быть. Но чем больше ходишь, чем чаще занимаешься, тем лучше становится. И физические качества улучшаются. И поэтому с каждым разом все проще и проще заниматься. И пусть не каждый спортсмен-любитель сможет достичь высоких результатов, зато подтянутые мышцы, красивая осанка и хорошая кардионагрузка самым положительным образом скажутся на фигуре и самочувствии, не говоря уже об уверенности в себе и артистизме. Это Beauty Time, далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Какой бы буйной ни была фантазия дизайнеров, в моде каждого сезона найдется место для классики. Качественной, понятной, иногда изысканной, но чаще всего демократичной. В осеннем сезоне очень много синего, причем этот холодный оттенок не пытается противостоять холодам. Он готов с ними мириться. Глубокий синий цвет, сдержанный, но совсем не мрачный, рекомендуется в качестве базы. Добавлять в комплект можно все, что угодно, от белого до яркого. Спорт, пожалуй, самая популярная тема современной моды. Вслед за спортшиком, с его стразами и блестками, лампасы и спортивная обувь разбавляют собой консервативную классику. Пожалуй, главное требование к современной одежде, она должна быть удобной. Это учитывают дизайнеры и это ценят клиенты. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Зоне Кривой 30. Студия танца на пилоне «Дэнс де Воль». Просторная танцевальная студия с двумя залами в центре города. 10 пилонов, воздушные полотна, цирковое кольцо, взрослые и детские группы. «Дэнс де Воль», площадь Мобра 7, второй этаж. Шесть красных фольксвагенов пола, сертификаты торговых сетей и интернет-магазинов. Всего более 100 тысяч призов от компании «Макфа» достанутся счастливым участникам розыгрыша «Красная машина». Стать обладателем иномарки и других ценных призов может каждый. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно купить крупу, макароны или муку со специальным кодом. Заветную комбинацию цифр нужно искать на пачке – сбоку, снизу или сверху. Чек, подтверждающий покупку, обязательно сохранить. А код зарегистрировать на сайте, который вы видите на экране. В день можете зарегистрировать до трех кодов. В акции участвуют как пачки с анонсом, так и без него. Главное, чтобы на пачке был код. Акция проходит с 15 июля 2018 по 15 января 2019 года. В программе «Бьюти Тайм» в этом году 15. По этому случаю наша редакция подготовила серию сюжетов, снятых за полтора десятка лет существования проекта. Итак, красивые люди в красивом городе. История в лицах. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Вы смотрите «Бьюти Тайм»! Субтитры подогнал «Симон»! «Бьюти Тайм»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!